Смерть парня в день бракосочетания. Кто виноват в трагедии? В прямом эфире Первого канала Евразия Новости. В студии Талгат Байгужинов. Здравствуйте. В Кокчетау парень погиб в день своего бракосочетания. Днем он зарегистрировал брак, а вечером его убили в одном из развлекательных заведений. Полиция сообщила, что все участники конфликта задержаны. В отношении шести человек проводится досудебное расследование по статье «Хулиганство». В отношении еще одного дела расследуют по статье «Убийство». Все подозреваемые находятся в ВВС. К другим темам. Более двух тысяч саженцев сосны высадили в Черенском нацпарке. В экологической акции «Это за Казахстан» приняли участие ученики школы имени Женобая Кудайбергенова. А как правильно высаживать деревья, детям показали ученые Аграрного университета. Мы не просто участвуем в ЭК-акции, а проявляем свою любовь к природе. То есть вырастут ли саженцы через три года или четыре, зависит теперь от нас. Мы вносим свой вклад в улучшение окружающей среды. Рассказали детям и как правильно ухаживать за хвойными, ведь следить за деревьями им предстоит самим. Свежий выпуск программы «Каймак» готовят к эфиру. Это будет очередное интересное погружение в особенности сельского быта. В этой маленькой точке на карте Казахстана есть осетр и аквапарк. Смотрите в субботу. Она уже понимает, что человек подходит, будет кормить. Да, в основном яблоки к нам поступают от местного населения. Ну вот тут представлено все разнообразие ваших продуктов, да? Такое, курта, такое. Большое видится на расстоянии, лицом к лицу лица не увидать. «Каймак» в субботу в 9.25 на Первом канале Евразия. 1 миллиард 153 миллиона долларов инвестирует Исламский банк развития в водную сферу Казахстана. А еще 3,5 миллиона долларов передадут в качестве гранта. Таков итог встречи в Баку главы государства Касымжумар Татукаева с президентом банка Мухаммадом Сулейманом Аль-Джасирой. Реализация проекта позволит реконструировать и построить 9 водохранилищ в нашей стране. Реализация данных проектов будет происходить в 9 регионах нашей страны. Кроме этого, мы построим и реконструируем 3,5 тысяч километров растительных каналов. В свою очередь, это позволит увеличить объем орошаемых земель нашей страны на 330 тысяч гектаров. В рамках проекта будут проводиться исследования водных бассейнов, внедрятся системы раннего реагирования, строятся центры автоматизации для козводхоза. К слову, это самый крупный по финансированию проект за всю историю Исламского банка развития. Продолжим выпуск. Виноград по 7, 8 и даже 10 тысяч тенге за килограмм. Новый гастрономический тренд охватил казахстанцев. В соцсетях распространяются ролики, где люди стоят в очереди за распиаренным виноградом и в спешке разбирают ящиками. В причинах такого ажиотажа разбиралась Амина Манаева. Очередь. Люди в нетерпении. Многие снимают на телефон. Сначала кажется, будто раздают что-то бесплатно. Оказывается, привезли виноград. Оригинал только у нас в ограниченном количестве. В соцсетях все больше зазывающих роликов. Блогеры не отстают от трендов, пробуют всей семьей. Вкус обыкновенный виноград. Только размеры больше. Как обычный виноград. Прямо просто-просто. Киш-миш вкуснее. Конечно, людям становится интересно. Решила попробовать разрекламированный виноград. Купила килограмм за 6 тысяч тенге. Да, сладкий, но не заметила особой разницы с другими сортами винограда. Только крупнее и сочнее. После того, как я попробовала, во рту появилось ощущение вязкости, как от хурмы. Еще говорят, что виноград без косточек, но они есть, хоть и совсем маленькие. Купила бы я его снова за такие деньги? Однозначно нет. Этот виноград в Казахстане продавали и раньше, но ажиотаж возник недавно. Сорт называется шайн-мускат. Его вывели в Японии почти 40 лет назад. Также выращивают в Корее и Китае. В Казахстан в основном завозят из КНР. Поэтому, если вам скажут, что это новинка на нашем рынке, и виноград точно из Японии или Кореи, не стоит верить на слово. Также в соцсетях много провокационных роликов, что виноград в Китае очень дешевый, и им якобы кормят скот. Так ли это, мы уточнили у казахстанки Вероники Бояровой, которая там учится. Вот эта веточка примерно вышла 800 чем-то грамм, и 15 юаней за килограмм – это примерно 1000 тенге. Когда я спросила, дороже ли это, чем другие сорта винограда, мне повторяя сказал, что да, это немножко дороже. И я тоже спросила, что наемли они его животным. Мне сказали, что только в том случае, если виноград испортился. Внезапный ажиотаж и то, что вокруг столько слухов, наталкивает нам мысль, что это продуманная реклама. Виноград на наших рынках не редкость. Его можно купить в любое время года, и всегда есть из чего выбирать. Поэтому, если вкус шайн-муската почти такой же, как у других, зачем платить больше? Это такой же виноград, он такой же на вкус. Есть у него, как говорят, мускатная нотка, потому что это мускатный сорт. Но, я думаю, для большинства людей этот мускатный вкус, он незаметен. Большинство продуктов, они раскручиваются в тиктоке, в социальных сетях. И многие маркетологи используют это, продавцы используют это и стараются продать обычный продукт за более дорогую стоимость. Хожая ситуация недавно была с дубайским шоколадом. Это не обязательно лакомство, привезенное из Объединенных Арабских Эмиратов. Скорее, определенный рецепт. Шоколад отличается необычной начинкой и высокой ценой. Рынок отреагировал сразу. Дубайский шоколад стали готовить кондитерские. Кто-то привез якобы оригинал из якобы Эмиратов. Другие готовят сами и даже продают. Есть и юмористы, кто немного изменил рецепт. Придумали дубайский шоколад по-казахски. Дубайский шоколад, ввиду его популярности, он может изготавливаться в домашних условиях. Неизвестно из какого состава. И кустарным способом. То есть, естественно, нарушается технология производства. В составе входят и шоколад, и орехи, и масло. Он получается очень высококалорийный продукт, который, естественно, аллергенными свойствами обладает. Вместе с тем, Айгеримса Дубаева отметила, к ним жалоб на виноград или дубайский шоколад не поступало. Но шайн-мускат они все же взяли на проверку, ждут результатов. Амина Манаева, Барликбек Аман, Первый канал Евразия. К другим темам самого патриотичного школьника выбрали в Усть-Каменогорске. В конкурсе приняли участие воспитанники детского дома. Кто удостоен почетного звания, знает Зауреш Бетимбаева. На сцене воспитанники Центра поддержки детей. Именно так сейчас называют один из бывших крупных детских домов Восточного Казахстана. Каждый участник представлял одно из военных подразделений. Малышам через творчество удалось показать свои знания о вооруженных силах Казахстана. К чему этот конкурс проводится? Я хочу, чтобы они в обществе умели себя показать, преподнести. Дети не виноваты, что попали в наше учреждение. Раз они к нам пришли, весь коллектив, мы за них в ответе. Вначале было 360 детей. Мы радуемся, что детей становится меньше. У всех, наверное, наша цель, чтобы ребенок жил в семье. Мы к этому стремимся. Победитель «Х-фактор» Евгений Выблов сам воспитывался в этом центре. Теперь он здесь педагог-организатор. Музыкант переживает за каждого участника. Точно так же, как и наставники детей, которые были в зале. У нас есть 18 человек, которые являются наставниками. Это состоявшиеся люди, которые имеют за плечами большой опыт работы. Это люди, которые имеют семьи. Это люди, которые в профессиональной сфере себя показали. И вот свои знания, опыт они передают этим детям. Насколько ребенок меняется, когда он имеет наставника. Каждый номер будет отдельная история, в которую мальчики вложили не только умения, но и всю душу. Все было сложно. Я переживала из-за того, что не выиграю. Я рад, что я выиграл. Умыт султаны. Очень рад. Благодаря моей воспитаннике, как у Харапа. По словам участников конкурса, самым ценным для них стали не подарки, а чувство поддержки и значимости, которую подарил этот вечер. Завриш Бетимбаева, Дамир Айт Кужанов, Усть-Каменогорск, Первый канал Евразия. Алло, это Юлия Путинцева. Добрый день от Зарины Диас. Теннисистки женской сборной Казахстана лично обзвонили своих самых преданных фанатов и пригласили их на матчи Кубка Белиджин Кинг 2024 в Астане против сборной Республики Корея. Без проблем. Будем обязательно. Здравствуйте, это Данилина Анна вас беспокоит. Ой, прошу прощения, Радичка, я с изнасных номеров не всегда. Я Юлию Путинцеву забыл искать. Я узнал вас, Юлю. По голосу. Вы будете, наверное, супербогатой, но по голосу вас легко вызнать. Ну, спасибо, вы меня обрадовали, не буду я супербогатой. Увидимся тогда в субботу. До встречи. До встречи. Матчи состоятся 16 и 17 ноября. В случае победы Казахстан выйдет в квалификацию Белиджин Кинг. Напомню, это крупнейшее международное командное соревнование в женском теннисе. Они проходят в начале весны. Продолжим выпуск. В Астане заметили моржи. Они ныряли в реке Ишим. Речь о людях, которые любят закаляться. Малишер Нурмагамбет окунулся в атмосферу экстремального отдыха. Так Евгений Кудин прокладывает дорогу к здоровью. И нет, после таких процедур он не окажется на больничной койке. За спиной немалый опыт. В холодную воду он ныряет вот уже 7 лет. Здесь мы добываем здоровье, можно сказать. Приходите, окунайтесь. Кто-то так, кто-то с головой. Не холодно? Хорошо, отлично. Сейчас через несколько минут будет жарко. Прямо жар будет. В Астане есть целое сообщество моржей. Нырять выходят сразу после того, как замерзает Ишим. О, супер! Погода! Для тех, кто состоит в этом сообществе, окунаться в холодную воду – обычное дело. Погрузились, переоделись и пошли по своим делам. Кто отводит детей в садик, а кто на работу. Я начинающий морж, получается, только где-то шестой раз. Я работаю в сфере обслуживания. Стилист, парикмахер. И пришла клиентка, я говорю, морж, возьмите меня с собой, свою группу. И все, на следующий день мы пошли. Не боялись? Не боялась. Не боялась, а совершенно. А что бояться? Для здоровья, для заряда бодрости. Холодно настолько, что жарко внутри. Вот смотрите, все легко. И просто смотрите, вот, смотрите. А, супер! Смотрите, она повышает иммунитет. Крово вращение идет быстрыми моментами. И мы целый день заряжаем всех остальных, которые с нами находятся. Хорошее настроение передается и прохожим. Они привыкли к увлечениям местных моржей. Бороцетка в Гавайи, Бороцетка! Бороцетка! Бороцетка в Гавайи! В этой группе есть свои традиции. Разделить кружечку чая – одна из них. Моржеванием занимаюсь 12 лет. Уже без этого не могу. Сюда прихожу для настроения, для духа, бодрости, уверенности. И, не знаю, какие-то победы над собой. Муратпек Перегбеков собрал около 200 любителей моржевания. Открыл свое сообщество. Все официально, говорит Муратпек. В Акимате разрешили им нырять каждый день с 6 до 10 утра. Вход по списку. Но если вы новичок, то главное в этом деле не только желание. Сначала нужно получить одобрение врача, а после с головой окунаться в новое увлечение. Али Шерднур Магомед, Алмаз Акимбек, Астана, Первый канал Евразия. Сотрудники МВД обратились к родителям. Это важно знать. Подробности расскажет далее Желтус Аймашева. Увидимся в главных новостях в 20.00.